Экономика Самарской области уверена и устойчиво растет. Об этом рассказал в Рео губернатора региона Вячеслав Федорищев на 41-м заседании Самарской губернтской думы. На нем руководитель региона представил отчет о деятельности областного правительства в 2023 году. Самарская область завершила 2023 год с неплохой динамикой основных показателей социально-экономического развития. Если брать макроэкономику, то валовый региональный продукт составил по предварительной оценке в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 6,5%. Это выше среднероссийского уровня, но это говорит о том, что экономика развивается. Валовый региональный продукт составил порядка 2,7 трлн рублей. Растут базовые показатели – индекс выпуска товаров и услуг, индекс промышленного производства и сельского хозяйства. Инвестиции в экономику региона достигли 516 миллиардов рублей, а это основа роста на ближайшие годы. В Рио губернатор отметил, что в минувшем году Самарская область участвовала не во всех федеральных проектах, и это нужно исправлять. Что такое участие в федеральном национальном проекте? Это средства, которые приходят в регион, прямые и бюджетные, на создание объектов для людей. Школ, больниц, очистных и далее. Наша задача, мы об этом будем говорить с вами предметно, чтобы начиная с 2024 года, когда формируются новые федеральные национальные проекты, они именно сейчас формируются, я должен в сентябре утвердить, чтобы Самарская область была в каждом. На заседании Самарской губернской думы руководитель региона предложил внести изменения в главный финансовый документ области. Этому предшествовала большая работа по поиску резервов дополнительных источников дохода казны. Согласно поправкам, бюджет региона увеличился на 21 миллиард рублей. Эти изменения, согласованные с федеральным Минфином, отметил Вячеслав Федорищев. Значительную часть средств, 11 миллиардов рублей за три ближайших года, планируют направить на обновление общественного транспорта. Средства поступят в каждый муниципалитет региона. 4,5 миллиарда рублей будут направлены на развитие сферы здравоохранения. Почти полтора миллиарда на предоставление жилья детям-сиротам. 1,4 миллиарда рублей в этом году дополнительно направят на капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе замену лифтов. 860 миллионов рублей на благоустройство территории. Более 2 миллиардов рублей на поддержку участников СВО. Сегодня Дума была особой все-таки. Впервые выступал на Думе временно исполняющий обязанности губернатора. Он четыре вопроса доложил, товарищ, очень тяжелых. Он отчитался за работу правительства в прошлом году. Притом очень так объективно все преподнес и, надо сказать, о бюджете. Ну и еще целые два вопроса, там такие, в том числе и по наливайкам. У него очень серьезное предложение. Вот я за это предложение выступал сразу. Конечно, впечатляет размер тех сумм, которые предусмотрены, очень значительные вложения. И, на наш взгляд, безусловно, мы поддержали, единогласно наша фракция поддержала. Но хочу сказать еще и о том, что вот тот размер сумм, которые внесены сегодня, мы очень надеемся, что на целый ряд таких серьезных проблем, очень значимых, социально ответственных, мы надеемся, что серьезно повлияют. В РИО губернатора Вячеслав Федорищев объявил и о кадровых изменениях в региональном правительстве. На должность в РИО вице-губернатора Самарской области назначен Антон Емельяненко. Сфера его деятельности – экономическое развитие, инвестиции, промышленность, торговля, сельское хозяйство, продовольствие, туризм и наука. В РИО вице-губернатора руководителя администрации губернатора Самарской области стал Вячеслав Романов. Последние несколько лет он возглавлял Министерство промышленности и торговли. В РИО вице-губернатора руководителя Департамента внутренней политики назначен Александр Фетисов. Ранее Александр Фетисов занимал должность в РИО заместителя председателя правительства Самарской области. Виктория Шаре. События.